Друзья, сегодня в ролике будет немножко моей истерики по поводу ЧКХ, по поводу паршивых овцев среди крымчан и так далее. Я прошу прощения в самом ролике, я, кажется, за весь ролик попрошу несколько раз это прощение перед обычными нормальными классными крымчанами. Но накипело! А также не забудьте, в это воскресенье в 10 утра на YouTube-канале Ярослав Фролов большой стрим из Крыма обязательно приходите. Будет классно, будет, как всегда, замечательно. Все, удачи вам! И помните, если у вас есть мечта переехать в Крым, обращайтесь. Я помогу вам подобрать дом или землю в Крыму. Я могу быть вашим представителем в Крыму на сделке. И там еще много-много-много-много. И, кстати, если вы сами выбрали дом или участок в Крыму, но не можете его посмотреть из-за удаленности, я могу туда съездить, отснять для вас и дать свою оценку. Все, смотрите ролик. Да, и еще сегодня ролик будет интересен для крымских риэлторов. Там, потому что чуть попозже я опубликую, я второй раз уже опубликую ролик, обращенный к крымским риэлторам. Посмотрите его. А, здравствуйте! Вон канал Ярослава Фролова. Да, да, да. И буси Russian Dog. Бусинка, буси. Это наша уже традиция. У нее же, видать, эта дрессировка пошла. Как папа встает. Здесь все, мы начинаем прыгать. А потом, главное, отходим. То есть все, миссия выполнена. Итак, друзья мои, сегодня пятница. День пионерии. 19 мая 2023 года. Да, опять я вовремя не снял ролик. Я не знаю, получится этот ролик выгрузить мне сейчас или все-таки вы увидите только в субботу. Поэтому не обессудьте, так уж получилось. Ну, работы просто очень много. Потому что часть моих подписчиков, причем такая хорошая часть, прислушалась к моим словам, которые я говорил последний месяц. И мы сейчас в режиме ошпаренной кошки подбираем дома в Крыму. Я хочу намекнуть всем, кто говорит, что в Крыму цены не растут. Да вот дома не продаются, продавцы об этом пишут. Потому что не продаются у тех, кто завышает очень сильно цены. Не продаются дома не ликвид. Все, что более-менее приличное, более-менее нормальное. Где адекватные продавцы, это важно. Потому что неадекватностью опять пошла. Опять крымская вот эта неадекватность, южная неадекватность опять пошла. Сегодня, кстати, вот об этом хотел с вами в разгоне и поговорить. Я уже не первый раз за последний месяц-полтора встречаюсь с одной и той же фразой. Ту, которую я слышал в 2021-м, в начале 2022-го года. Я об этом даже в старых роликах говорил. Мне вот, я просто, меня когда поразило, когда я приезжал сюда смотреть дома. В ноябре 2021-го года, в январе 2022-го и купил, собственно говоря, себе дом. Вот, сейчас две секунды. Буча, нельзя! Нельзя! Это что такое? Нельзя детские вещи жрать! Нельзя! Пытался сожрать, а? Паразитка такая. Ладно, мы не об этом. Так вот, когда я приезжал смотреть дома и так далее, и когда говорил, Слушайте, ну, давайте немножко в цене уступите, потому что, ну, там, ну, по разным причинам, и точно у вас купят. Или я куплю у вас тогда, ну, вот, когда мы, когда я себе подбирал. И была очень распространенная фраза по Крыму. Ярослав, да ладно, не буду я ничего снижать. Оно продастся, когда-нибудь через полгодика продастся, ничего страшного, я никуда не тороплюсь. Вообще не парит мне мозг. Вот эта фраза, вот эта фраза, что я никуда не тороплюсь, что у меня через полгода все равно продастся и так далее. Она была... Эта фраза ушла после 24 февраля 2022 года. И вот буквально до недавнего времени, чуть больше года продержалась, период, когда этой фразы не было. Когда здесь продавцы адекватно воспринимали реальность, когда продавцы адекватно думали о том, что происходит. Когда продавцы, ну, то есть, они вели себя почти так же, как на материке. То есть, когда к ним приходишь, они немножко с тобой поторгуются, они не выпендриваются, они выходят с тобой спокойно на сделку и все. Но за последние полтора месяца я уже несколько раз столкнулся с тем, что в продавцах, причем нормальных, ну, так, на вид нормальные, хорошие объекты, земля или дома и так далее. Они начинают просто, вот, вы знаете, ну, я не знаю, я одному тут чуть, ну, вот как-то вот так вот, ну, в общем, я вышел из себя немножко, честно говоря. Почему? Потому что люди реально, вот реально, не все далеко, это единицы, это даже не проценты, это единицы, но они неадекватны. Абсолютно. Я и буквально на днях, один из моих заказчиков не даст соврать, я недавно, мы подобрали дом, я не помню, говорил я про это, нет, но у себя в телеграм-канале подбор дома в Крыму, кстати, если не подписаны, подбор дома в Крыму просто на слух наберите, или по-английски подбор дома, одним словом, ну, или подбор дома в Крыму, мою автарку увидите, подпишитесь. Потому что там я про этот случай сразу же рассказал. Потому что, представляете ситуацию? Мы с заказчиком нашли дом, хороший, нормальный дом, адекватный, я приехал, отснял, пообщался с хозяином, с хозяйкой, они адекватные, нормальные люди, все хорошо, все замечательно, все прекрасно, выходим на сделку, они прислали все документы нам, это бывает, кстати, вот бывают некоторые продавцы, кто, нет, я вам документы не дам, а мы будем это оформлять. Я говорю, а как мы будем документы оформлять тогда, договор? Я не знаю, как будем, ну, в общем, опять неадекватно. А тут нет, тут все документы дали, все нормально, все. Мы подготовили предварительный договор купли-продажи, согласовали его, покупатель и продавец, его согласовали. Я думаю, дай-ка я в этот раз, ну, потому что там есть некоторые нюансы, это был буквально второй, что ли, раз у меня в жизни, когда я поехал сам. Ну, у меня потому что была дальше удаленная сделка, то есть это все мое, но я обычно так не делаю, потому что когда удаленная сделка, мы сразу выходим на сделку. А тут думают, дай-ка я съезжу, я договорюсь, я подъеду, вы поставите подпись, и вам спокойно задаток переведут. Он, да, да, хорошо, подъезжай туда. Я, хорошо, я подъезжаю, говорю, ну, давайте подписываем. Он говорит, нет, я подписывать не буду. Я говорю, почему? Что у тебя случилось-то? Потому что в этом договоре я начал мне правки диктовать. Я говорю, ты же мне вчера все правки продиктовал. Нет, я тут зашел сейчас к нотариусу, к моей подружке, она мне рассказала то-то, 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 и вообще этот договор должен быть из двух, договор задатка я подписывать не буду, я пойду только на договор расстройки, туда-то начал какой-то бред нести. Я говорю, мужик, мужик, я сюда ехал сто километров в одну сторону. Ты мне сам позвонил и сказал, что давай встретимся там-то, подпишем договор, предварительный договор. Я говорю, мужик, ну, дальше я ему объяснил, что так делать нельзя, что это все плохо, ну, вы все сами понимаете, да. Я развернулся, ушел, а, при нем прям я позвонил заказчику, объяснил ситуацию, прям при продавце, объяснил ситуацию и настоятельно порекомендовал с ненормальными не выходить на сделку. Ну, вот, после мы еще раз переговорили с заказчиком, буквально, когда я отъехал, заказчик меня понял, принял, сказал, через два дня сказал, что я был абсолютно прав, потому что этот ненормальный продавец до сих пор ему названивает. Вот, вот, потому что он решил, что, ну, кто такой Фролов, а давай-ка я... Просто у человека, походу, делая деменция или что-то, он решил просто, ну, просто поговорить, скучно ему. Хотя в 65 лет я считаю, что люди еще не старые. Ну, при условии, что у меня тут на днях, ну, как на днях, через полтора годика будет полтинник, поэтому я думаю, что в 65 лет этот человек еще не старый, не дряхлый, ничего, и в мозгах все нормально. Я встречаю очень много людей 70-летних, которые абсолютно классные мозги, абсолютно классно себя ведут, и самое главное, ведет себя по-человечески. Реально, вот просто по-человечески, но вот этот продавец, это второй местный житель, второй. Я очень хорошо отношусь к крымчанам, все это знают. Я всегда защищаю крымчан. Крымчане классные, абсолютно шикарные люди, добрые. Вот все, но есть тут вот такие вот паршиво-овцы, это мое личное мнение, да, оценочное суждение, мое личное. Вот есть такие вот паршиво-овцы, которые поганят звезды, да и самое смешное, что буквально за месяц я столкнулся с двумя такими, и они оба были бывшие менты украинские, бывшие, и они считают, что они пупы земли, им все можно, я вообще фигею с того, что там происходит. Но почему-то местные бывшие менты считают, что они крутые, я не знаю. Причем все действующие полицейские, абсолютно адекватные. Я достаточно много уже сталкивался по разным причинам, один раз меня даже на дороге оштрафовали. Я до сих пор не знаю, прав я был или не прав, потому что я не стал смотреть регистратор, на знак стоп не остановился. Говорят, что не остановился. Но я вот по знакам, по этой самой произведительной полосе, то есть по всем жестким таким знаком и требованиям я езжу очень аккуратно. То есть я действительно соблюдаю ПДД по полной программе. Я могу чуть-чуть где-то что-то задуматься, может быть, превысить, может быть, но вот по жестким таким я вот однозначно все-таки соблюдаю. Вот, поэтому все действующие и гаишники, и полицейские. У меня как раз из-за первого этого мента, полковник, который представлялся какой-то бляхой. Кстати, тоже, я не помню, я в Телеграме публиковал это, нет? Он тоже там с бляхой по лист ходил, тут, блядь, выпендривался. Откуда по лист здесь, в России, блядь, я вообще не понял. Ну, бить не стал, сел в машину и уехал. А он создавал, реально, вот реально создавал, как она называется, то утро раннее. Ран утром просто снимаю, видите, вот оттуда светит солнышко. Аварийная ситуация, потому что он меня поджимал на дороге, поджал мне там, ну, когда я вышел, он понял, что с меня ничего не возьмешь, видать, и просто начал истерить. Ладно, неважно, мы не об этом. Я вообще весь ролик хочу вам записать о чем. Друзья, сейчас опять возвращается суда ЧКХ, чисто крымская хуйня. Опять возвращается. Это когда продавцы резко поднимают цены, это когда продавцы меняют условия, это когда продавцы вас просто банально кидают. Я обращаюсь сейчас к продавцам, крымчанам. Друзья, прекратите заниматься ерундой, потому что у вас просто не купят. Сюда приходят покупатели все больше и больше адекватные, нормальные покупатели с деньгами. Если вы думаете, что вы повысят цены, вы заработаете, нет. Если вы думаете, что вы сделаете какой-то вот, ну вот, вот, вы взяли, кинули, да, вот как вот этот вот опять бывший мент взял, украинский, украинский, прошу заметить. Он кинул, фактически нас кинул со сделкой, хотя мы вышли уже, все, мы пошли на сделку, все уже. Я приехал подписывать, он меня просто так погонял 100 километров в одну сторону. Просто так, а ему скучно, блин. Вот, когда вы так будете поступать, к вам отношение будет ухудшаться. Это будет ухудшаться ко всем крымчанам, не надо так делать. Я объявил о своем, ну, то есть я уже где-то полгода назад объявил, сейчас я уже объявил для, ну, как это, я кинул зов для местных риэлторов крымских, одиночек в основном, которые, ну, не обязательно одиночек. Я очень жду здесь профессионалов, если вы вдруг возглавляли свое или чужое рекламное агентство, вы были директором или нынешним директором, но вы хотите поменять род деятельности, вот, чуть попозже будет вот сюжет, я включу сюда, буквально там 4-х минутный сюжетик, который я отснял, он у меня на канале продается отдельно, но сейчас я его включу в этот ролик дополнительно. Посмотрите, если вы, это сейчас вот ко всем, да, то есть я почему говорю сейчас о риэлторах, потому что мы хотим собрать риэлторов и сделать адекватную, классную риэлторскую компанию, шикарную, причем не агентство, а именно компанию хорошую, которая будет работать с адекватными продавцами, с адекватными покупателями. И когда будут слышать риэлторская компания, именно компания наша, то будут знать, что это классные ребята и там, и с той, и с другой стороны, абсолютно адекватные люди. Наша задача, да, конечно, заработать денег, но заработать честно, заработать хорошо и заработать, чтобы всем было комфортно. Ладно, я не об этом, это вы сейчас увидите в ролике, я там маленький ролик чуть, ну, по своей болтовни поставлю, вот. Но, а еще раз обращаюсь к продавцам, друзья мои, назначили цену, оставьте эту цену, не надо дергаться, не надо думать, что вы умнее всех. Вы, как минимум, о себе оставлять очень погано, я не хочу материться, впечатление. Я на это нарываюсь последние вот 2-3 недели постоянно, а для покупателей, имейте в виду, что это существует. И это постоянно существует здесь, по крайней мере, вот оно опять, оно опять началось, и теперь так и будет. Поэтому, когда вы подыскиваете себе, то есть, когда вы сюда выезжаете, я же помните, у меня был же такой один раз, я снимал осенью, что ли, у меня это было, когда мой заказчик, выезжая сюда с вещами, позвонил продавцу, говорит, все нормально, да, мы выезжаем, все хорошо, сделка силы, да, силы. А когда они уже переехали Крымский мост или были около Крымского моста, им сообщили, что сделки не будет, и вообще, не звоните мне больше, я вас видеть не хочу. Не надо быть таким продавцом, друзья мои. И вообще, в принципе, я хотел вам, вот раз меня, я надеюсь, что меня смотрят крымчане в том числе. Друзья мои, у вас заканчивается, как это, монополия на то, что есть в Крыму. Сюда переезжает очень много людей с материка, с севера, из Москвы, из Питера, с Урала. То есть, люди, которые понимают, которые умеют работать, которые умеют работать 8-12 часов в день, которые бизнесом могут заниматься, действительно, 24 на 7, как я. Поэтому, если вы хотите остаться в конкурентной среде, если вы хотите остаться с работой, в ближайших там перспективе 5 лет, перестраивайтесь, перестраивайтесь, прекратите вот эти ваши, вот эти южные, вот эти. Ой, я вот тут вот решил подняться, ой, вы знаете, я продавать пока не буду. Мы уже на договоре, все. Мы уже пошел ДКП, мы готовим ДКП. Я подумал, подумал, нет, я... Перед этим мы неделю, полторы-две общаемся с продавцом. Мы с ним все это выясняем. Нет, я не буду, наверное, продавать. Нет, это мне что-то неинтересно. Друзья, извините, что сегодня вот такой у меня получился эмоциональный ролик. Что я вам покажу из того, что я посмотрел? Ну, скорее всего, покажу хороший дом сейчас. Покажу классный дом или землю. Все увидите. Сначала будет ролик про то, что я объявляю о приеме в нашу компанию. Это не сотрудники. Это если вы сейчас риэлтор с большим стажем, с маленьким стажем, неважно, у вас есть вся возможность войти в директорат. Именно, то есть там большой директорат риэлторской компании нашей. Нашей. Поэтому посмотрите ролик. Если вас все нормально устраивает, все контакты есть внизу. Потом уже дальше сориентируемся. А какой я после этого покажу сегодня дом или участок, не знаю. Сейчас, когда буду монтировать, посмотрю. Потому что снимаю очень быстро, и мне сейчас надо уезжать на просмотры. Все, друзья мои, все вам наилучшего. Извините за такой ролик, но я не удержался. Потому что, ну, на душе накипело. Крымчане, я вас очень люблю. Действительно, я балдею от вас. Я балдею от Крыма. Но среди вас есть вот эти овцы. Вот именно паршивые овцы, которые портят все впечатление. Я знаю, что абсолютнейшее большинство, 99,99, вы обалденные люди. И все, кто с материка, друзья, когда вы собираетесь сюда переезжать, запомните. Нельзя по одному-двум паршивым овцам смотреть на весь Крым, на всех крымчан. Крымчане классные, добрые, шикарные люди. Еще раз говорю, шикарные люди. И, ну, а теперь же отвлечаемся. Не забудьте, что в это воскресенье, как и в любое другое воскресенье в 10 утра на YouTube-канале Ярослав Ролов. Будет большой стрим из Крыма, приходите, поговорим. И об этом, кстати, тоже, потому что все равно у меня кипит, кипит, кипит. Но к этому времени я вам расскажу, надеюсь, 2-3 положительных момента. Потому что у нас завтра сделка, у нас приезжает покупатель аж из Воронежа, прям сам на сделку. Такое, кстати, в последнее время все реже и реже получается, потому что в основном я выхожу на сделки. В понедельник, вторник у нас сделка, уже удаленная, где я буду, ну и так далее. Все, жду вас на стриме в воскресенье в 10 утра на YouTube-канале Ярослав Ролов. Не опаздывайте, именно в 10. Лучше придите чуть раньше, потерпите, подождите, потому что мы в 10 начинаем говорить очень много интересного. Ну, там 5 минут идет лак, но вы на это не рассчитывайте. Пока это вот будем болтать первые 5 минут, успейте чай, кофе себе налить, бутерброд нарезать. Все, смотрите. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Ярослав Ролов. И я больше чем уверен, что если вы занимаетесь недвижимостью в Крыму, то вы уже обо мне знаете. Если еще не знаете, то в ближайшем времени все равно узнаете. И у меня есть, помимо других маркетинговых каких-то коммуникационных каналов, у меня есть каналы на YouTube, на Routube и на Dzen. Я есть везде, но я вам не конкурент. Более того, я вам сейчас хочу сделать предложение, от которого, ну, я бы рекомендовал не отказываться. Друзья, кто, что я, честно говоря, вот то, что у меня было бэкграундом, не важно. Важно то, чем я занимаюсь сейчас. Итак, с 1 марта 2022 года, то есть чуть больше года, ну, то есть получается 14,5 месяцев. За 14,5 месяцев я осуществил и закрыл 80 договоров. Представляете себе? 81, ну, мы вместе с супругой, с моей женой Наилей. Она юрист, она хороший юрист, и я занимаюсь подбором домов в Крыму. Я не продаю дома, нет, ну, там есть 1, 2, 3, но это баловство. Именно из-за этого я обращаюсь к вам. Друзья, у нас с некоторыми единомышленниками в Крыму, потому что я познакомился здесь с небольшим количеством реально адекватных, классных риэлторов. Хотя я считаю, что здесь, ну, мне, правда, говорят, что это везде так, но я, по крайней мере, столкнулся здесь с очень большим количеством мошенников, которые позорят профессию риэлтора. Реально позорят. То есть те, которые начинают заманивать, выкруживать, и там самое главное бабло. А для меня самое главное, это мой лозунг. Мечты должны сбываться. Люди, которые обращаются к нам, у них должна мечта переехать в Крым, сбыться. У тех, с вашей стороны, то есть о чем я вам хочу сказать, с вашей стороны. Мечты и продавца, и покупатели должны сбыться, и нельзя их обманывать. Это мой принцип. Если вы поддерживаете мои принципы, если вы разделяете мои принципы, если вы хотите вести честный бизнес и увеличить свой доход реально раз в пять, сразу, сходу, в ближайшем будущем, я вас приглашаю присоединиться к нашей компании. Он, скорее всего, так и будет называться контором, называться компания, потому что я уже зарегистрировал домены Crimea Company.ru, Krim.ru, Krim.ru. Так что, возможно, будем базироваться на этом, то есть будем называться компанией. Но это мы решим с вами, со всеми, кто к нам присоединится. Сейчас у меня есть сайт locontera.ru, ну, потому что изначально мы начали работать как юридическая контора Фроловых. В принципе, мы так и продолжаем в данный момент. Вот, и мое направление, это мое направление, а я же вас приглашаю именно создать классное, хорошее, честное направление, именно как агентство недвижимости. Оно будет абсолютно новое. У нас не будет офиса, у нас мы будем работать удаленно. У меня уже есть, сейчас дорабатывается ребятами СРМ-ка. Работать будем на Bittrex 24, потому что я считаю, это одна из лучших СРМ-ок, которые есть. И самое главное, у нас есть люди, которые ее пилят. Там есть уже прибомбачены все для работы с недвижкой и так далее. Как только мы с вами соберемся, хотя бы человек 5, 7, 8, 10, мы запустим вот это все движение. То есть у каждой из вас будет зарабатывать много. Моя задача просто вас организовать. Я устал от вот этих мошенников, реально от мошенников-риэлторов, которые обдирают людей, почем зря, и потом всех риэлторов хают. Вы же сами с этим сталкиваетесь. В объявлении написано, с риэлторами не работаю. Первое, что я говорю, когда прихожу и представляюсь продавцам, я говорю, ребят, я не риэлтор, вы мне ничего не должны. Они тогда только выдыхают. Но я хочу сделать такое агентство, чтобы когда мы называли, кто мы, приходим, откуда, ну вы, естественно, да. Чтобы это было, во-первых, с той стороны была узнаваемость. И чтобы вы это говорили с гордостью. Это реально. И самое главное, реально поднять ваши доходы минимум раза в 3-5. Ну в 5, я думаю, да. Неважно, сколько вы сейчас зарабатываете. Я думаю, что через 3-5 месяцев вы будете зарабатывать. Если будем работать совместно, именно совместно, вы увеличите свои доходы резко. Все, больше болтать не буду. Кто вам прислал этот ролик, ссылку на этот ролик, обращайтесь с ним, разговаривайте с ним. Вам дадут как можно больше информации и так далее. Как только нас соберет какое-то количество, сделаем конференцию, телеконференцию через Яндекс. У них там есть Яндекс.Мост или Гугл и так далее. Сделаем видеоконференцию и переговорим о конкретных уже условиях и всем, как будем работать. Все, жду вас в нашей компании, в нашей с вами компании. Удачи вам. Пока-пока. Газовая труба идет. Здесь въезд для тракторов на участок. То есть есть там много чего сажать. Дальше все покажу. Все очень аккуратно. Вообще сразу скажу, первое мое впечатление о доме. Все аккуратно, все классно. Дорога асфальтированная. С нормальным асфальтом. С нормальными подъездными путями. То есть вот. Давайте сразу покажу сначала, как обычно. Будем все остальное. Зайдем внутрь. По фасаду. О, охранная собака там есть. Моё еще посмотрим. Так вот. И с угла еще есть соседи. Небольшой домик. Вот угловой. Это ваше. Это ваше. Это новый дом. Который строили всей семьей. Посмотрим всю сельхозку. И так далее. Итак, вошли мы в основные ворота. Куда на машине въезжать? Здесь все пробетонировано. Ну ладно. Все, все, все. Привет. Привет, собака. Привет, собака. Ну все, хватит. Мы с тобой уже обнимались почти. Хватит. Так. Здесь у нас виноградная арка. С хорошим виноградом. Видно, что за ним ухаживают. Его подрезают. Вот смотрите. Вот только-только он пошел. Поэтому в этом году будет виноград. Здесь малина немножко осталась. И дальше цветы, 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 цветы. Сейчас зайдем, покажу. Так, начнем. Давайте мы тогда по часовой стрелке в дом зайдем в самом конце. Это что-то вот основной дом жилой. Так. Сюда приходит 221 фаза. Вот она. Причем хорошая. Новый СИП. Есть. Все. Интернет сразу входит. Смотрите. То есть интернет здесь есть. Вот он. Я так понимаю. Да, оптоволокно. Вот оно. То есть интернет сразу есть. Ну, в принципе, там все есть. 380 на столбе, кажется, нет. Там только две фазы. А вот... Интернета нет. А, нет у вас интернета? А это что проведено? А меняли это, целый интернет. У меняли провода, а заново делали. Я не... Нет, ну они подвезти-то могут в любой момент. Они же... Это не будет. И же, когда позовешь, они в этот же день будут здесь. Моментально. У меня просто два интернета домой проведено. А на той стороне дороги, вот там 380. Если вдруг нужно будет 380, я думаю, оттуда можно будет бросить. Все. Но если нужно. Здесь есть... Здесь есть газ, в принципе, не надо. Это вот основной дом. Старый дом. Палисадник уже показал. Я показал. Там сблизи, если показать, смотрите, какой. Это пионы. Пионы идут. Розы сортовые. Тут... Тут все по-взрослому. Дом... Ну, дом старенький. То есть вот... Но вот это вот стоит ли обращать внимание, не знаю. Потому что дом старенький. Ничего глобального по проблемам я тут там не увидел. То есть вот если по углам смотреть. Вообще видно, что за домом ухаживали. И ухаживают. Причем хорошо ухаживают. Вот видите, он даже вот арматура еще лежит. То есть чтобы для стяжки там все. То есть ну реально ухаживают. Вот здесь все отливы, все сделано. Ладно. Давайте пройдем дом. Здесь вот так вот по кругу. Как бы вот так подальше. Вот просто сейчас... Я сейчас туда наступлю, по щиколотку точно уйду. Вот они трещинки. Там, видать, печка была. Или стенка. Но это все не страшно. Тем более, что надо понимать, это старый дом. Очень старый. Потому что я думаю, что если вы покупаете этот дом за эти деньги, то значит вы покупаете... Ну, понимаете, о чем. Туда мы с вами сходим. Просто хотел вам показать вот с этой стороны, что тут творится. То есть это вот пристройка. Летник. А вот это вот летняя кухня, кстати. Смотрите. Уже фиги есть. Сад небольшой здесь, но здесь есть все. То есть вплоть до граната. То есть вот это вот. Вот это гранат. Там есть. Есть яблони, айва, черепи. В общем, там есть тоже по одному-два дерева всего есть. Сад небольшой, поэтому у вас есть что сажать. Сад. Так. Проходим. Сейчас выходим обратно. Чтобы вы ориентировались. Вот он еще раз калитка. Вот отсюда мы вошли на территорию. В новый дом отдельно покажу, как входить. Здесь навес. Так. В дом мы зайдем потом. Сейчас мы пойдем. Давайте сначала по всем. Здесь гараж. Гараж превратили в летнюю кухню, потому что, говорит, ну что, сюда заезжать смысла нет. И смотрите. Раньше уже маленькие машины. Ну да. Сюда и не влезли. Да нет, сюда не в кавушку-то влезет любая. Но здесь подведен газ. Поэтому здесь уже, смотрите, здесь отдельная точка газа есть здесь подведенная. Вот. Поэтому тут это летняя кухня, по факту, получается у нас. Да, уже. Ну, чтобы закатки делать. Вот это все. Идем дальше. Дальше у нас тут сарайка такая. Здесь был курятник. Там, сзади, вот там вот сзади есть, говорит, выход на огород курю. Ну, если вдруг будет у вас несушки или какая-нибудь птица, то есть курятник. Так, идем дальше. Это у нас санузел. Санузел в доме отдельный, потому что он как баня. Сейчас так сниму, покажу. Заходим здесь. Все в плитке. По полу идет плитка. Ну, и здесь панели ПВХ-шные. И потолок тоже. Высота здесь порядка двух метров. Ну, все, в принципе, уютно. Вон, есть свет. Вот, унитаз. Здесь батареи, естественно, потому что газ есть, и тут жизнь хорошо. Здесь стоит ванна, а тут и стопная. Здесь во всем доме два котла стоит. Один котел вот здесь и на летнюю кухню мы туда сходим, и второй котел только на дом. То есть здесь, вот видите, я так понимаю, это у нас еще, то есть это вот котел, а это колонка. Очень интересно. Здесь большая семья жила. Сейчас вот все разъехались, поэтому и продают фактически. что очень большое место. Ай-яй-яй, папка, мне еще много раз снимать. Так, здесь закрываем. Здесь стоит слив. Я вам сейчас на огороде покажу, куда все сливается. Так, ну это потом посмотрим. Обратно пойдем и посмотрим. Так, сейчас выходим на огород. Смотрите, здесь два с лишним метра высотой ворота. Вот там сосед живет, соседей. Здесь летний душ. Я туда пройти не смогу. Вот впервые, наверное, когда я до конца пройти не смогу. Вам вот так попробую показать. Вот смотрите, маленькие деревца, это ваши. Все, что до больших деревьев, вот там до больших деревьев, вот до туда. Все ваше. Вот это, вот это, вот это, вот этот весь сад, это все ваше. Вот эта вся территория. Ухоженный сад. Все ухоженное. Вот это все ваше. Здесь канализация с туалета. Вот тут сливается. Ну, откачивать его не надо, потому что в Крыму ничего уже не откачивается. Там все, оно само уходит. Это я уже сколько раз это видел, слышал про это. Вот. Так, а вот это, скорее всего, скважина. Я забыл спросить, сейчас спрошу. Это либо скважина, либо выведен водопровод централизованный. Все, идем обратно. А там посередине огорода два шланга выходят. Там скважина или колонка? Нет. Там курточка есть? Да, да, да. Скважина. Скважина? Ага. Все, то есть, вот есть своя скважина. То есть, это скважина, которую можно поливать, то есть, она не соленая вода. Поливать, да. И это, я иду. Ну, я вижу, да, там дальше. Вот там вот мы вошли вот так, прошли вот тут, тут, тут. И сейчас пойдем по сараю. Смотрите. Здесь сарайки для всякого разного. Тут, ну, понятно, что дровяник использовали, но тут можно и для скотинки. И вам на первое время очень понадобятся эти сарайки, потому что, когда придет фура, куда-то надо разгружаться. Вон уголь, то есть, это раньше был. Да. Ну, тут, слава богу, есть газ, теперь уже уголь не нужен. То есть, вот так и вот. Вот, то есть, ну, вдруг живность заведете, а кто же знает-то? Плюсом в том, что здесь грязи нет. Здесь, наверное... Здесь орех рос? Орех рос? Орех был в шоке. И вот еще один. Это мастерская с бетонированными полами. То есть, смотри. То есть, тут можно вплоть даже сюда мотоцикл загонять, ремонтировать вот отсюда. Вот так. Теперь заходим в подвал. Подвал, смотрите, как он расположен. Это вот новый дом, подвал, в доме я вам еще покажу, это там стяжкой сделано. То есть, он под домом, подвал. Заходим. Есть свет. Он невысокий, где-то метр шестьдесят, метр семьдесят, наверное, потому что мне приходится вот так вот голову нагибать. Не видно, надеюсь, меня. Вот. Но здесь все есть. Есть куда закатки поставить. Ничего не перемерзнет. И в то же время не будет этому сильно жарко. Так. Выходим. Тогда мы пойдем... Давайте сначала вот в этот дом сходим. Вот это так и пойдем. Так, смотрите, дом был построен, его когда строили, здесь жили две сестры с детьми, естественно. И делали так, то есть, сделали одну половину для одних детей, другую половину для других детей. Поэтому дом четко разделен на две части, без соединения между собой. Если вам надо будет, ну, я думаю, вам надо будет, вам надо будет просто самим где-то сделать дверь. Там ракушка, она, в принципе, без проблем и перфоратором, и даже ножовка пилится. Вот. Так, как вошли вот сюда, прямо проходим. Вот здесь внизу, как раз тот самый погреб, где мы только что были. Потолки невысокие. Вот именно в этом месте. Потому что здесь порожек. Здесь поднято. Здесь где-то потолки, наверное, 2-30, 2-20. Вот так вот. 2. Ну, не 2 уж метра, 2 больше. Да, 2-20 где-то. Здесь комнатка. То есть здесь можно жить. Хорошая комнатка, кстати. Жалюзи, все есть. Так. Это вот вход. И входим сюда. Здесь жил дедушка, как мне сказали. То есть здесь уже жили. Здесь 2 комнаты. Раз комната. И вот здесь спальня. Здесь деревянные полы. А здесь у нас, кажется, бетон. А вот тут деревянные полы. Потолки очень высокие. Потолки под 3 метра. Смотрите как. Так. Как мне сказали, этот дом без верхнего армпояса. Они не подумали, когда строили дом. Тогда это было. Тогда не делали эти армпояса, как я понимаю. Но они весь дом стянули. Он весь, везде, где только возможно. И с наружной части он везде стянут. Его не видно. Просто они рассказали по-честному, что вот как есть. Трещин я не вижу. Я думаю, что вот это все давным-давно было сделано. Все эти стены, насколько я вижу, они все выведены по маякам. Пишите вот так вот посмотреть. Смотрите. Не знаю, видно вам, нет. Ну, по крайней мере, плюс-минус. То есть стены не кривые, не ужасно кривые. Ну, вот. Все, выходим из этой части дома. Здесь своя электричество. Вот в эту часть дома. По дому я вам сразу вот его показываю. Ну, тут просто трещин нет вообще. То есть показывать что-то. То есть вот это вот это ерунда просто. Показывать что-то здесь ужасного нет. Потому что здесь все симпатично. Да это понятно. Нет, ну просто... Вы же знаете, какие в Крыму бывают эти трещины. Прямо вам руку просунутся. В 2-3 года один раз все равно. Легко и косметическое это люди не делали. Так, давайте обойдем сейчас вокруг. С нами собака пропадет обниматься, но ничего страшного. Собака собака? Да не надо, ничего страшного. Собака не сожрет. Собака, я иду. Че смотришь? А если ты кобель, ты меня вообще собака должна любить. Привет. Привет, моя хорошая. Вон она какая. Нельзя, нельзя. Че? Привет, стань. Какая собака? Какая собака? Тебя не поймешь. То ли ты меня сожрать хочешь, собака, то ли что? Вот смотрите, углы. То есть это не пенопласт. Это реальная штукатурка. То есть если бы здесь были трещины, их было бы точно видно. Тем более, тем более вот на такой площади точно было бы видно. Трещин нет. Я уже посмотрел. Я все подумал, что это пенопласт. Пенопласт там частенько маскируют, но здесь нет. Кстати, если вдруг в доме будет прохладно, но имеется холодно зимой, хотя тут газ пофиг чуть прибавит, и все. То можно сюда просто пенопласт полтинничек пустить, и будет в дому жара. Вот по осени, помните, я вам говорил, стянут дом арматурой. Вот этот кусочек. Вот он стянут. То есть он весь дом. Весь дом стянут. Вот два еще. Две гайки. Вот это весь дом стянут арматурой. На место иди. Ушел, ушел, ушел. Можешь спать? Иди. Так, здесь везде окна пластиковые, нормальные. Все отливы, все есть. Так, чтобы еще раз представляли. Вот отсюда мы вошли. Это калитка. Мы прошли вот так, вот так. Там везде уже погуляли. Из этой двери мы только что вышли, и сейчас заходим вот в эту дверь. Еще раз напоминаю. Дом строился на две семьи. Поэтому это вторая половина. Но всегда можно сделать где-то пробить дверь. Огромнейшие опять потолки под три метра. Судя по всему, электричество частично уже разведено. Вот оно. Маяки стояли. Вот. То есть здесь все. В принципе, тут уже под отделку сделано. Ну, вот она комната, еще одна спальня. Полы все залиты. Полы залиты. На них при таких потолках, я думаю, можно вполне 5 сантиметров положить стяжку. Ну, теплый пол проложить. И будет везде теплый пол по всему дому. Если это нужно. Вот так вот. Вот так вот. Вообще клево круто. Ну, вот они, маяки валяются, собственно говоря. Тут круто. Но где-то, где-то надо будет пробить дверь. Например, вот тут вот где-то вот. У них получается. Вот там тоже проходная комната. Где-то вот я... Ну, сами тоже будете думать. Все, выходим. Выходим, выходим. Это у нас виноград. И сейчас будем заходить в основной дом. Это колонка. Ну, если вдруг... Питьевая вода чистая. Только не путайте. Эта колонка не та, которая колонка. Это просто сюда выведена во двор. Питьевая вода. Это хорошая централизованная вода. Да, питьевая. Здесь же, да, счетчик? Там водомер, счетчик. Вон там это канализация. От воды идет. Вон там где малинка. Пылышек забором. И от кухни. А, вот, вот там. Вот. Это от кухни везде. Вот туда идет канализация из дома. Так, все. Сейчас будем заходить в дом. Давайте так. Вот он. Арка крымская. Замечательная. Вот он. Так, у нас... А, мы еще здесь не были. Стоп. Мы еще сюда. Мы еще времянку не смотрели. И потом уже в дом. Так, это у нас... Это у нас времянка, которая летняя кухня раньше была, называлась. Но она времянка. Здесь совсем невысокие потолки. Меня метр восемьдесят. Но метр восемьдесят пять где-то здесь потолки. Надо. То есть, если гости будут приезжать, замечательный гостевой дом, куда можно их загнать, который здесь будут жить. Вот здесь, кстати, высота потолков выше. Здесь два десять, наверное. Здесь вот здесь. Вот в этой комнате можно спокойно жить. Вот в этой небольшой комнатке. Она, наверное, сколько тут? Два с половиной где-то. Два двадцать. Здесь на два с половиной. И вот здесь еще две комнаты. Ой! Здесь тоже высота потолка где-то около двух метров. Потому что вот тут пониже. А нет, тут тоже нормально. Ну да, где-то два метра. Два метра. Два метра восемьдесят. Вот, смотрите, здесь сколько комнат. Знаешь, так жили. Раз комнатка, два комнатка. Три комнатка. Фактически дом, представляете? Две изолированные комнаты. Там и здесь кухня. Ну, просто. Отопление выведено, естественно, от котла. Все, так, сейчас. Так, наденем. Так, и вот теперь мы идем в дом. То есть, если у нас вот это вот вход. Входим в дом. Здесь сразу же начинается кухонька. Газ. Здесь, вот смотрите. Здесь, это так, эта верандочка. Здесь тоже потолок невысокий. Но, в принципе, небольшая кухонька. Такая. Классная. Проходим вперед. Впереди, вот здесь, проходная комната. И с выходом в две комнаты. Одна, вот большой зал. Ну, высота потолков у нас здесь где-то 2,30. Ну, может быть, 2,40. Ну, где-то около 2,30, наверное. Не сильно высокие потолки. Но это старый дом. Но зато весь с хорошим ремонтом. С таким достаточно качественным. Хотя стены здесь не выводили, насколько я понимаю. Да, стены здесь не выводили. Просто обои скрывают вот эту кривизну. Ну, это все не страшно. Смотрите, какая красота. Вот, батареи. Два кота. Ничего не течет, естественно. По углам все нормально. Так, и вот вторая комнатка. Спальня. Вот такая вот комната. Тушь. С видом на сбоку там плечу растет. И все. Выходим. Выходим. И выходим. Вот он выход. Друзья, посмотрели. Я надеюсь, вам понравился. Еще раз хочу принести свое глубочайшее извинение перед крымчанами. Адекватными, классными, замечательными. Которых у вас абсолютнейшее большинство. Я очень люблю крымчан. Мне нравится. Я балдею от Крыма. Я действительно балдею от Крыма. Я каждый день езжу очень много. Ну, не каждый день. Ну, в неделю, два, три, четыре раза. Я выезжаю в разные районы Крыма. Я общаюсь с людьми. И я балдею от них. Да, бывают разные люди. Да, мы все со своими там вот этими завихами. Но они все в пределах разумного. В пределах классного. В пределах теплого. В пределах вот, ну, нашего, человеческого, обалденного. Но, к сожалению, здесь есть паршивые овцы. И есть, честно, паршивые продавцы, которые начинают кидать покупателей. Это неправильно. Если вы договорились, если вы по рукам ударили, будьте нормальными, адекватными людьми, крымчанами, которые отвечают за свои слова. Отвечайте за свои слова. И, друзья мои, пусть ваши мечты сбываются. Удачи вам. Всего наилучшего. Пока-пока.